Здравствуйте. Спасибо за приглашение на 7-й международный Санкт-Петербургский онкологический форум. Меня зовут Чо Сок Ку. Я гематолог в Сеульском госпитале Святой Марии при Корейском католическом университете. Расскажу о научных достижениях, связанных с разработкой новых препаратов для лечения муказита. Сегодняшняя лекция называется «Новые препараты для профилактики муказита, связанного с химиолучевой терапией». Муказит – очень важное осложнение, которое часто возникает при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или лечении рака, при применении противоопухолевых препаратов и лучевой терапии. Он сопровождается сильной болью и язвами во рту. Пациент не может нормально есть, страдает от потери веса и недоедания. Кроме того, муказит при сопутствующей лейкопении может выступать значительным фактором риска развития сепсиса. Из-за своей важности оральный муказит действует как дозаграничивающая токсичность, DLT, для различных противоопухолевых препаратов. Если вы посмотрите на клиническую ситуацию, как часто встречается муказит, то это 97% пациентов при лучевой терапии рака головы и шеи. При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у 70% пациентов развивается выраженный муказит при миелоаблативном кондиционировании. Кроме того, 87% пациентов с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток и 40% пациентов, получающих общую химиотерапию, тоже страдают воспалением слизистой. Если вы посмотрите на текущую стратегию лечения орального муказита, то хорошее лечение, которое есть в настоящее время, это прежде всего использование средств для полоскания ротовой полости, физраствор, антисептики, местные анестетики, и кроме того используют полифермин, известный как амифостин, или фактор роста кератиноцитов. Вкратце о влиянии муказита на фармоэкономические показатели. Если вы посмотрите на состояние рынка для лечения муказита в 2015 году, то оно составило 1,2 миллиарда, а в 2017 году мы видим, что он очень резко подрос, достигнув полутора миллиарда. Однако более пристальный взгляд показывает, что в лекарствах на рынке 83% это рецептурные назначения, а 17% — кепиванс, тех, которые остро нуждаются в разработке новых лекарств для лечения воспалений слизистых оболочек. Давайте рассмотрим патофизиологию муказита. Когда при лечении противоопухолевыми препаратами или радиацией повреждаются различные ткани во рту, то активируется врожденный иммунный ответ, после чего в этой слизистой оболочке накапливаются различные клетки воспаления, вызывающие образование язв на слизистой оболочке и развитие общей бактериальной инфекции у пациентов. При хорошем контроле возможны излечения, но обычно в таких ситуациях пациенты страдают от сепсиса или других серьезных осложнений. Следовательно, необходимо эффективно блокировать эти иммунные реакции, чрезмерные проявления которых могут вызвать лучевая и химиотерапия. В соответствии с данными о врожденном иммунном ответе, связанном с муказитом, известно, что HMGB1, амфотерин, играет важную роль в начальной фазе запуска иммунного ответа, когда выделяется большое количество сигнального аллормина. Если вы посмотрите на структуру белка HMGB1, он состоит из трех доминов – бокс А, бокс Б и ситейл. Бокс Б имеет тол-рецептор, ТЛР4 и HP91. В ситейл существует рецептор рейдж-байндинг. HMGB1 действует как ДНК-шаперон, участвующую в пролиферации, рекомбинации, транскрипции, репарации и т.д. в ядре при нормальном непатологическом состоянии. Однако HMGB1 играет очень важную роль при воспалении, являясь цитокиновым медиатором, когда он перемещается в цитоплазму или из клетки. Таким образом, HMGB1 имеет большое влияние на воспаление, иммунитет, хемотаксис и регенерацию вне клетки. Есть два основных механизма, с помощью которых HMGB1 высвобождается за пределы клетки, активный и пассивный. Активные механизмы, например, посредством стимулов, таких как LPS, когда HMGB1, находясь в ядре, мигрирует в цитоплазму и секретируется из клетки за короткий период времени. При пассивном высвобождении, любое повреждение клетки, например, противоопухолевые препараты или радиация, вызывает выделение из клетки и пассивный переход в фазу некроза или фазу апоптоза. HMGB1 сильно зависит от внутриклеточной кислотно-щелочной и окислительно-восстановительной системы. Следовательно, конформационная структура HMGB1 изменяется с изменениями кислотно-основного статуса. Дисульфид HMGB1 высвобождается за пределы клетки, вызывая цитокиновую стимуляцию через рецептор TLR4. Это описание модели, где среда системы РОС влияет на окисление и секрецию HMGB1 в клетке. Когда клеткам наносятся различные воспалительные поражения, то РОС накапливается внутри клеток в очень больших количествах. Эти внутриклеточные РОС вызывают конформационные изменения HMGB1 и HMGB1 перемещается в цитоплазму и затем HMGB1 дисульфидной связью перемещается за пределы клетки. Другими словами, HMGB1 — это очень многообещающая молекула-мишень для лечения мукозита, и мы проводим наши исследования в этой области. Противораковое лечение вызывает язвы и воспаление на слизистой языка и кишечника, а также увеличивает экспрессию HMGB1 на этих оболочках. После введения 5-фу подопытной мыши вы можете наблюдать появление язв. Если вы посмотрите на слизистую оболочку языка после введения 5-фу, то увидите, что HMGB1 перемещается в цитоплазму и окрашивается. Рисунок справа показывает, что HMGB1 увеличивается после введения 5-фу и показывает увеличение расщепленного PARP и HMGB1. A-A-V вирусная векторная система была использована для подтверждения гипотезы о том, что экспрессия HMGB1 в слизистой оболочке является триггером ухудшения воспаления слизистой оболочки. Вы можете видеть, что аденоассоциированный вектор A-A-V9 чаще выражен в языке, печени и кишечнике. Следовательно, система A-A-V9 продуцировала вектор, который выполнял молекулярное зондирование с помощью HMGB1, использовала этот вектор при проведении эксперимента. Первое. Если вы посмотрите на избыточную экспрессию вектора A-A-V9 и HMGB1, вы увидите, что HMGB1 имеет более высокую экспрессию, чем люк-вектор. Поэтому сначала провели сверхэкспрессию в векторной системе A-A-V9, вводили 5FU в течение пяти дней, а затем собирали образцы для замеров воспаления слизистой и экспрессии HMGB1. В группе, в которой вводили 5FU, мы видим, что экспрессия HMGB1 в люциферине гораздо в большей степени, чем в люк-векторе. В группе, где использовали 5FU для сверхэкспрессии HMGB1, мы можем видеть, что на дорсальной и вентральной сторонах языка воспаление слизистой немного серьезнее, повреждены ворсинки и клетки базального слоя KI-67 не окрашены. Другими словами, стратегическим способом таргетирования HMGB1 слизистой оболочкой полости рта является блокирование сигнальных рецепторов использования нейтрализующего антитела для блокирования секретируемого HMGB1 или с использованием вещества подобного глицеризина. Наша стратегия фармакологическое использование НЕКРОКС-7, при которой блокируется цитоплазматическая транслокация HMGB1 и его высвобождение в мембранно-связанных визикулах. НЕКРОКС-7 НЕКРОКС-7 был первоначально разработан LG Life Science с целью предотвращения некроза в органах или клетках ткани, но наши исследователи перепрозационировали препарат и провели длительное исследование его применения в лечении орального мукозита. НЕКРОКС-7 убирает митохондриальный РОС-РНС, блокирует секрецию или высвобождение HMGB1. Мы показываем вам изображение, которое показывает предотвращение попадания HMGB1 в цитоплазму при введении НЕКРОКС-7. Мы взяли ряд клеток моноцитов мыши. Если вы стимулируете перекисью водорода необработанную линию клеток, то видно, что HMGB1 перемещается из ядра в цитоплазму. Если вы посмотрите рядом, то увидите чрезмерную экспрессию HMGB1 в цитоплазме. Однако введение НЕКРОКС-7 подтверждает, что HMGB1 остается в ядре, не перемещаясь в цитоплазму. Вы также можете использовать митохондриальные трекеры, которые отслеживают митохондриальный РОС, чтобы убедиться, что при использовании НЕКРОС-7 окрашивание цитоплазмы тоже не наблюдается. Но если не использовать HMGB1, то можно увидеть накопление РОС в цитоплазме для случая использования только РОС. Другими словами, HMGB1 диаграмма этого типа, когда при любом повреждении клетки секретируется митохондриальный РОС и активируется сигнальный путь HMGB1. Здесь ключевой фермент РКС фосфорилирует, а введение НЕКРОК-7 значительно блокирует фосфорилирование. Тот же эксперимент был проведен не только на подопытной мыши, но также на подопытном хомяке, чтобы вызвать воспаление слизистой оболочки вводили 5 фу и использовали НЕКРОК-7. Если вы посмотрите на этот рисунок, вы можете увидеть состояние чистой слизистой оболочки в группах с использованием 5 фу и НЕКРОК-7, как если бы 5 фу не вводили, но в группах без НЕКРОК-7 можно увидеть язвы и воспалительные процессы в вашем теле. НЕКРОК-7 может существенно блокировать воспаление слизистой оболочки, вызванное противораковыми препаратами. Это ткань языка мыши, полученный образец после введения НЕКРОК-7 и 5 фу. При введении 5 фу на дарсальной и вентральной сторонах языка тяжелые по структуре формы язвы с поврежденными ворсинами. Однако введение НЕКРОК-7 подтверждает, что состояние ворсинок улучшается в соответствии при увеличении дозы 0,3 мг, 3 мг и 30 мг на килограмм. НЕКРОК-7 может уменьшить выброс HMGB-1 и ПУМА. Если посмотреть на уровень экспрессии HMGB-1 в ткани языка, то в группе СНЕКРОК-7 он значительно снизился по сравнению с группой 5 фу. При окрашивании тканей то можно подтвердить, что HMGB-1 не эмигрирует в цитоплазму. Для случая 5 фу в ткани языка степень Пи-53 очень высока, но в случае СНЕКРОК-7 степень Пи-53 было значительно снижено. Что касается уровня экспрессии ПУМА, связанного с Пи-53 5 фу, то уровень ПУМА в случае НЕКРОК-7 значительно ниже, чем в случае с 5 фу. Кроме того, можно видеть, что в группе НЕКРОК-7 количество КАСПЭЙС-3 и БАКС-3 было снижено и БЦЛ-2 увеличено. НЕКРОК-7 может принципиально блокировать ядерную транслокацию НЕКРОК-7 Если вы посмотрите на ткань языка, вы увидите, что НЕКРОК-7 окрашен в группе, получавшей 5 фу. Но если вы предварительно обработали НЕКРОК-7, вы можете увидеть, что даже с 5 фу не окрашивается. Эксперименты также показывают, что воспалительные цитокины, такие как ТНФ-АЛЬФА, ИЛ-1БЕТА, МИП-1БЕТА и ИЛ-18 значительно снижаются в группе предварительной обработки НЕКРОК-7 по сравнению с группой однократного введения 5 фу. ГМССФ-фактор и ВИГФ-белок, которые участвуют в регенерации слизистой оболочки, наоборот, выросли. НЕКРОК-7 НЕКРОК-7 не противодействует противоопухолевым эффектам, полученным после химиотерапии или лучевой терапии. Мы вводили мышам факторы МС-38, рака толстой кишки и НЕКРОК-7 и здесь нет разницы в объеме опухоли между контрольной группой и НЕКРОК-7. Кроме того, как в контрольной группе, так и в группе 5 фу, если НЕКРОК-7 был использован, то эффект уменьшения опухоли сохраняется. Кроме того, в группе с облучением всего тела с НЕКРОК-7 можно было увидеть, что объем опухоли был дополнительно уменьшился. В заключение, когда НЕКРОК-7 вводится в модель химиотерапии или облучения, то он эффективно блокирует мукозит и нет защиты опухолевым клеткам. Это вывод нашего исследования. То есть, если используется химиотерапия, лучевая терапия ДНК тканей слизистой оболочки повреждается и РОС в клетке увеличивается. Это чрезмерно повышенный РОС вызывает митохондриальную дисфункцию и РОС перемещается в цитоплазму и в ядро. Из-за этого HMGB1 демонстрирует конформационные изменения, перемещается в цитоплазму и вызывает митохондриальную дисфункцию. НЕКРОС высвобождается за пределы клетки, действуя как воспалитель цитокина. Кроме того, чрезмерное количество РОС активирует путь NF-КПБ в ядре, что приводит к еще более чрезмерной секреции воспалительных цитокинов. Однако, НЕКРОК-7 блокирует чрезмерную транслокацию HMGB1 и РОС и блокирует выделение HMGB1 в цитоплазму, оставляя только малое количество HMGB1 для облегчения восстановления. HMGB1 играет ключевую роль в патофизиологии мукозита. Снижение уровня HMGB1 может существенно облегчить мукозит. Эти результаты показывают, что таргетирование мукозита посредством блокирования HMGB1 является новым подходом в лечении мукозита. Это использовано в качестве базовых данных для будущих исследований и разработок новых лекарств. HMGB1 является очень важной функцией и важной HMGB1 с помощью мукозита пэсо-генесис. Результаты опубликованы на ресурсе Mucosal Immunology. Патент зарегистрирован не только в Корее, но и в США, Японии, Китае, Европе. Недавно в США мы получили разрешение FDA на проведение клинических испытаний для пациентов с раком головы и шеи. И кратко скажу данные о полиформине, который в течение некоторого времени использовался в клинических условиях для лечения мукозита. Полиформин должен вводиться до и во время трансплантации гемопоэтических клеток, поэтому график приема очень длинный. Полиформин использовался в клинической практике, поскольку было показано, что это снижает явление орального мукозита у пациентов 3, 3 и 4 стадии. Однако, если вы посмотрите на существенные недостатки полифермина из-за фактора роса кератиноцитов, эпителиальные опухоли, кроме трансплантации гемопоэтических стволовых клеток нельзя использовать в качестве лечения воспаления слизистой оболочки и есть значительные побочные эффекты, которые могут вызвать катаракту. Также известно, что побочные эффекты полифермина вызывают очень толстую и неприятную слизистую оболочку рта или языка и вызывают различные отеки, боль и лихорадку, а количество различных осложнений выше, чем в контрольной группе. Итак, мы знаем, что этот полифермин очень дорогой и последние годы редко использовался в клинической практике в Северной Америке из-за его терапевтического ограничивающего эффекта. Позвольте мне вкратце представить клинические испытания с использованием препарата Некрок-7 против воспаления слизистых оболочек. Мы получили подтверждение корейского FDA клинического испытания фазы 2A и со следующего месяца начнем клиническое испытание у пациентов. И я здесь об этом кратко скажу. Для пациентов с трансплантацией гемопоэтических клеток и пациентам с множественной миеломой и лимфомой мы будем проводить клинические испытания с тестовым препаратом Некрок-7 MIT-001. Он будет применяться к терапии по протоколам BUSAI BMT для лимфомы мелфолан терапии и так далее. Мы будем проводить исследования с увеличением дозы. И если эффект проявится и будет определена доза, то тогда мы перейдем ко второй части через рандомизацию с плацебо. Поскольку я занимаюсь клиническим лечением лимфомы, мы проводим трансплантацию аутологичных гемопоэтических стволовых клеток с протоколом BMT, составляющие BUSULFEX, MELFALAN, TEATEPA. Тестируемые лекарства вводятся за 30 минут до терапии и продлевают до дня трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В случае терапии мифаланом миеломы с тяжелым мукозитом мы вводили в течение 4 дней. IP препарат будет вводиться ежедневно за 30 минут или час до терапии. Основная цель это оценка эффективности лечения мукозита путем оценки токсичности тяжести 3 стадии или выше в соответствии с критериями ВОЗ. Спасибо за ваше внимание. Если вы посмотрите на правую часть последнего слайда IT-RMI исследовательский центр в котором я работаю институт трансляционных исследований и лаборатория молекулярной визуализации это фотографии наших исследователей Лим Гу Нил научный сотрудник выделенный синим цветом он сыграл важную роль в этом исследовании на картинке слева будет панорамный вид нашей больницы спасибо за ваш глубокий интерес к нашему исследованию было бы гораздо лучше пообщаться с вами вживую ждем вас в Корее спасибо за ваше внимание спасибо за ваше внимание Продолжение следует...